Проходит матушка зима, март наступил, запели птицы, и скоро будут гнезда вить, растит потомство, а пока любви наставшая пора, дурманит голову, чарует, и каждый от любви ликует. Смотрите, вот же я, готов! Мы слышим мартовских котов и воркование голубей, и жизнь нам кажется добрей, милей и где-то даже веселей. 23 марта, день Василисы. Православная церковь почитает память святой Василисы. Она погибла мученической смертью, когда ей было всего лишь 9 лет. Во время правления императора Диоклетиана были организованы массовые гонения на последователей христианской веры. Василису поймали и стали вынуждать отречься от Христа. Однако девочка была непреклонной, ее подвергли избиением, страшным пыткам, травили дикими зверями. Но ничего не повредило ей, что удивило всех. Этот день народе называли Василиса, вечной воды, указательница. Сегодня к святой Василисе, покровительнице этого дня, крестьяне обращались с просьбой, чтобы она отвела талую воду от погребов и домов. При этом существовало поверье, что талая вода затапливает хозяйство тех домов, хозяева которых вели неправедную жизнь и много грешили зимой. Это поверье связано с тем, что вода, проникающая в любую щель, все знает о том, что происходит в крестьянском хозяйстве. Приметы. Если на Василису день глист, значит лен будет волокнист. Когда в реку начинают бежать весенние ручьи, хорошо клюет плотва. Холодный ветер сегодня подул, зима еще продержится. Сегодня густой туман висит, снег скоро растает, а лето будет дождливым. Синие тучи плывут по небу, значит в ближайшее время погода будет дождливой. Прилетела трясогуска, значит через 12 дней начнется половодие. Если трещит кора деревьев, весна будет сухой. Если утром пасмурно, а вечером небо прорисняется, к заморозкам. Доброе здоровьи, уважаемые подписчики. Вот смотрите, мне пришло письмо. Как раз оно поможет многим. И заодно расскажет о положительных методах очищения организма. И причем в самых неожиданных ситуациях. Итак. Добрый день, Петрович, пишет Вам. Я уже писал в декабре Вам о том, как мы с точкой чистили печень. С диагнозом эпилепсии. Чистка прошла успешно. Через 3 недели сделали вторую чистку. В этот раз пошли камни размером в горошек. Много и слизи, и еще много мути. Наша задача при очищении печени, это вернуть ее нормальную работоспособность. Которая мешает вот эти разные там камушки, слизь и прочая там муть. Цвет лица изменился в лучшую сторону. Прошлась сыпь. 10 лет почти было на лице. Еще от приема эпилептиков было постоянно на руках тоже разное высыпание. Ну а что Вы хотите? Если принимаются разного рода лекарства, наши органы выделения не приспособлены к выведению вот этих вот химических веществ. Естественно, они начинают выходить через кожу, в конце концов. То есть, кожа включается как орган выделения, и начинаются все эти вещи. Все прошло. Теперь хочу написать о другой чистке. Вдохновившись этой чисткой, решила сделать чистку печени старшей дочери. Ей 22 года. При росте 168 сантиметров весит 104 килограмма. Уже не в силах с ней бороться, с ее весом. Начинала она диеты. Опять срывалась. Постоянные сладости. Но здесь требуется в основном самодисциплина. Если есть самодисциплина, и пожалуйста, Вы можете посмотреть мои видосики из целебной кулинарии, как женщина там, я не знаю, сколько там, 50 килограмм что ли сбросила. То есть, все заключается в самодисциплине, и человек начинает организовать вокруг себя пространство. Пространство, которое состоит из кухни и еды на ней. Учиться правильно готовить, ну и многие другие. Но в основном самодисциплина. Так. И умение создать для себя среду, которая бы Вас поддерживала. А не просто плыть по течению. Продолжаем. Дня 4 делала подготовку. Выпили травы, побурево и вечером оливковое масло с лимонным соком. Грелку клали. Выпила масло и сок почти сразу. Несколько глотков в 180 грамм. Сразу стало плохо. Сильная слабость. И через 20 минут все вырвало. Значит, вот это и является ошибкой. Практически даже здоровому человеку невозможно за один раз выпить 200 граммов лимонного сока и 200 граммов масла. Это очень большая доза, которая сразу резко меняет все там внутренние состояния организма. И организм пытается от этого сразу же избавиться через рвоту. Поэтому для этого надо принимать масло по глоточку. Лимонный сок, потом масло, потом лимонный сок. Или масло, потом лимонный сок. Вот по глоточку всего лишь на все. Минут через 20 следующий. Минут через 20 следующий. Не надо спешить. Вот это очень важно. Тогда организм все это сможет в себя вобрать. Сможет все это, будем говорить, направить туда, куда надо. Это и чистка будет. То есть, в данном случае, смотрите, вот что вышло. Получилась чистка желудка с помощью рвоты. А нам надо сделать прослабление, чистку печени и желчного пузыря. А для этого надо совсем по-другому действовать. Как я вам говорил. Больше масла не пили. На утро после клизмы вышло чуть-чуть слиз и почти все на этом. Второй день опять выпили свекольный яблочный сок. Позже кашу из овсянки. 14.00 яблоко. 14.00 с грелкой ходила, лежала. Снова пила масло сок. 18.30. Вопреки моему желанию масло и сок выпила почти сразу же. Опять та же ошибка. Возможно, как-то и не хочется, вы знаете, вот эту всю процедуру растягивать. Но если вы хотите эту чистку сделать, надо просто-напросто соблюдать технологию. Во всем существует своя технология. Если ее соблюдаете, получается. Если не соблюдаете, значит ничего не будет. Вот. И сразу стало очень плохо и сильно слабость. Выпила ножку. Через 5-10 минут вырвала. Уже в 22.30 начала пить масло по гладку через каждые 15 минут. Это уже не вырвало. Вот. Уже совсем другое. Но думаю, это было мало. 100 грамм второй раз, 200 грамм пить отказалось. Вот когда все делается правильно, то достаточно и 100 граммов. Вот. Любое насилие над организмом. А тем более над человеком, который не понимает, что и как, для чего и как. Как это все должно быть. У него просто-напросто отторжение идет. Важно, чтобы человек сам этого захотел. Чтобы он вник в эту процедуру. Как делать? Что делать? Чтобы он чувствовал ее. Вот тогда будет. А как раз о том, как чувствовать. Вот. Я совсем недавно рассказывал. Как мужчина рассказывал, как у него выходил камушек. Там чуть ли не зредский орешек такой. Так. После этого заснуло в пол первого. На утро сделали клизму. Вышло 4-5 камня. Размером чуть больше горошины. Но нам камни не интересуют. Это как следствие. Того, насколько камни показывают. Муть показывают. Слизь показывают. Насколько ваш организм загрязнен. И что ему мешает. Наша задача. Нормализовать функцию печени. Я думаю, что масло мы выпили неправильно. Можем сказать, залпом. А то, что выпили после этого 100 грамм было мало для веса. И опять-таки, здесь дело не в весе человека. Это очень важно понимать. Это совершенно другие параметры. Нам надо вызвать мощный желчегонный эффект. А для этого бывает вполне достаточно и 100 грамм. Даже 50 граммов. Но это все надо сделать очень грамотно. И тогда будет нормально. С весом это не связано. Теперь мы хотим повторить недели через три. Только масло растянуть, пить по глотку. Да, так и надо. Очень хотелось, чтобы она почистила печень. И после этого нормализовать питание. Ну, рассуждайте вообще-то правильно. Очень трудно в наше время, когда изобилие всей этой травы отвалит молодежь. У нас постоянная борьба с детьми умудряется и в школе, и в других местах. Это есть. Объясните, пожалуйста, причину неудавшейся очистки. С уважением Л. Все было объяснено по ходу прочтения этого письма. Знаете, что я еще порекомендовал? Растянуть предварительную подготовку. Не 3-4 дня, а растянуть ее на неделю. То есть вот эти вот травы по бабушке буревые пить, пить. И там тоже можно дозировку этих трав уменьшить. Но вот это растянуть, чтобы все там в печени, в кишечнике, и вот эта вот слизь как-то, она, знаете, ну, будем говорить, частично вышла, чтобы печень могла сработать. Если слишком много в кишечнике слизи разного рода, то, как правило, вот эта вся процедура действует не в печень, вот она не всасывается, она действует как-то мимо, срабатывает. И только после того, как хорошенько вот эта вот слизь это очистит, вот это выйдет некая такая пробка, особенно это хорошо было мной разъяснено на примере Эдуарда, спонсорская подписка, смотрите. Чистка печени удалась, все пошло так, как надо. А пока вот это вот там, куча этой слизи, куча всяких этих посторонних веществ в кишечнике, о которых мы даже не подозреваем разного рода там паразитов, ничего это не удается. Вот что я хотел бы вам сказать.